Ольга Зуева Российская актриса, модель и режиссер. Свою карьеру в индустрии моды и кино начала за границей, но позднее переехала в Россию. Наиболее известна по фильмам «Тренер» на районе, «Мусорный бак слева». Ольга Зуева родилась 23 июля 1987 года в городе Владивосток Приморского края. Мама знаменитости, воспитанница детского дома, выросла на острове в Роболовецкой деревне. Отец, умерший в 2008 году, происходил из дворянского рода. Родители попали на Дальний Восток, скрываясь от революции. Также у актрисы есть брат. Ольга училась в школе с углубленным изучением японского языка. Зуева не отличалась успеваемостью. Она не хотела тратить силы на то, что не представляло ей интереса. Одноклассники насмехались над худой девочкой, давали ей обидные прозвища. И только родители говорили, что красота – это вещь субъективная. Получив аттестат о среднем образовании, будущая актриса поступила на факультет туризма в Дальневосточный федеральный институт. Однажды девушка случайно узнала о кастинге, который организовала одно из модельных агентств в ее родном городе. И решила попробовать свои силы. Как оказалось, не зря. Ольгу сразу же приняли. Ее модельная карьера стала стремительно развиваться, поэтому Ольге пришлось оставить институт и уехать в Европу. А потом и в США. В Нью-Йорке Зуева много снималась для рекламных роликов и красовалась на страницах глянцевых изданий. Получила образование в Нью-Йоркской The New School на факультете режиссуры. Училась на курсах актерского мастерства. После съемок в рекламе известного в США обувного бренда Парула Виктория, продюсером которого выступала актриса Кэмерон Диас, на Ольгу обратили внимание режиссеры. На большом экране начинающая актриса появилась в 2010 году с выходом фильма «Солд». Несмотря на то, что роль была совсем небольшая, девушке удалось поработать на одной площадке с такими именитыми актерами, как Анжелина Джоли и Лив Шрайбер. В следующем году с ее участием вышло два новых кинопроекта. Фильм «Вольф Сье» и короткометражная лента «За Энсфорд Принт». В 2013 году она предстала в образе Джейми, второстепенной героини в комедийно-драматическом сериале «Оранжевый хит сезона», который рассказывает о жизни заключенных женской тюрьмы. В 2014 году зрители увидели актрису в мелодраме «Любовь – странная штука». Вернувшись на родину, Ольга приняла участие в масштабном образовательном проекте «Летняя академия Никиты Михалкова», где совершенствовала свои познания в режиссуре. В 2012 году после окончания курса Зуева представила российской публике свою короткометражную ленту «Без пяти минут завтра». Затем Ольга снялась в короткометражных лентах «Такое настроение, а даже о баха и небольшой фрагмент из жизни девушки Лены» и «Мусорный бак слева». В 2015 году Ольга официально предстала публике на премьерном показе фильма «Дуклис-2» в обществе Данилы Козловского. Познакомились они, конечно же, раньше, но с тех пор они не расстаются. В 2017 году Ольга Зуева отправилась в город Новороссийск, где проходили съемки спортивной драмы «Тренер» и режиссера Данилы Козловского. В этой картине Ольга предстала в образе Вари, главной героини фильма. Премьера дебютного фильма была приурочена к Чемпионату мира по футболу, который проходил в России в 2018 году. Во время съемок Ольга приступила к съемкам своего фильма «На районе», а продюсером и главным героем драмы выступил Данила Козловский. К тому же Зуева тоже входит в основной актерский состав. Фильм рассказывает о жизни двух друзей, которые работают на криминального авторитета. В то время, как один хочет вырваться из этого порочного круга, второй находит в криминальной работе все больше плюсов. Интерес к личной жизни Ольги со стороны прессы проснулся тогда, когда стало известно о ее отношениях с Данилой Козловским. Пара познакомилась на вечеринке в компании общих друзей. Зуева, собиравшаяся вылететь в Рим, поменяла билет и осталась еще на несколько дней. Официально актеры вышли в свет на премьерном показе «Дух лес 2», потом провели новогодние каникулы на Мальдивах. Снимки с отдыха, на которых девушка позировала в купальнике, появились на странице Инстаграма. До осени 2018 года Козловский жил в Санкт-Петербурге, а затем купил квартиру в Москве. Компанию влюбленным составляет собака-груша, подобранная на грузинских улицах во время гастролей. Роман с Данилой актриса не склонна расценивать как жертву, якобы бросила и начинавшуюся карьеру в Америке вернулась в Россию. Это скорее своеобразная инвестиция в будущее, а поскольку она не настолько востребована, как Козловский, ей поменять в жизни что-то легче, чем ему. Данила пока не стал законным мужем Ольги, но о детях, по словам друзей, они уже задумались. Модный эксперт Александр Васильев считает Ольгу образцом сексуальности и женственности, без намека на бульгарность, на что неосознанно и ведутся мужчины. Сама она выступает за естественность, не прочь выйти на улицу без макияжа и других атрибутов лоска. Категорически не носит меха и не готова тратить в магазине больше 2000 долларов. Впрочем, внешность ее все-таки заботит. Зуева занимается медитациями, йогой и фейсбилдингом.